Мир полон тайны легенд Уж сколько людей играло в GTA San Andreas, которая просто кишит загадками Одно из самых обсуждаемых стало предположение о том, что если гулять где-то в лесах выдуманного штата в полночь, то на вас может напасть кожа на лицо Один из героев культового фильма ужасов – техасская резня бензопилой Большое количество игроков с англоязычных форумов сообщали, что встречали маньяка и даже были атакованы им В качестве доказательства они прилагали скриншоты и видео плохого качества Но, как оказалось на деле, в игре не было никакого кожаного лица, и миф был опровергнут Следующий миф относится, пожалуй, к самому популярному онлайн-шутеру современности А именно Counter-Strike Global Offensive Многие из нас открывали кейсы с оружием в надежде получить заветный нож, чья стоимость может достигать несколько тысяч долларов И наверняка вам бы подало оружие с припиской StatTrack Кто не знает, StatTrack – это счетчик, который показывает количество совершенных вами убийств на определенном оружии Пределом этого самого счетчика являлось 999999 убийств И некоторые игроки могли задаться вопросом А что же будет, когда количество убийств достигнет предела? Бытовало мнение, что после достижения миллиона убийств произойдет повышение качества оружия Или выпадет что-нибудь ценное На деле все оказалось куда проще Счетчик оружия обнулялся, когда в инвентаре количество убийств писалось исправно Разумеется, оружие оставалось такого же качества и никакого приза выдано не было Так что миф остался мифом Покемоны и самоубийства 27 февраля в далеком 1996 году на Game Boy вышли Pokemon Red и Pokemon Green В этот же год в Японии резко возросло количество самоубийств среди детей И разумеется, в этом обвинили игру про покемонов А именно музыку, которая играет в локации «Лавандовый город» Сама по себе локация была жуткой В городе находится главное кладбище Покемоньево мира, и все граждане предупреждают о живучих покемонах на башне призраков Музыка в игре была странной и дисгармоничной Поговаривали, что она затрагивала высокие частоты, которые слышны только детскому уху Как ни странно, в американской версии игры в этой же локации была другая музыка Эта жуткая история быстро обрела популярность Но, как это обычно бывает, она была забыта Майнкрафт и Хероприн Одной из самых мистических историй очень популярной игры Майнкрафт Является история про Хероприна Началось все с того, что однажды один из игроков создал тему на форуме Где он рассказал о том, что во время очередных похождений по миру Он обнаружил, что кто-то движется в тумане Сначала он подумал, что это корова Однако на него смотрел человек со стандартным скином Но с пустыми глазами При этом он играл в одиночный режим По его словам, все темы, которые он создавал на форуме Были незамедлительно удалены после создания И однажды ему пришло письмо от пользователя с именем Хероприн Состоявшее из одного слова Стой! Позже на электронную почту ему пришло письмо от игрока В котором он писал, что он тоже видел таинственного игрока После некоторого сбора информации оказалось, что это брат Нотча Разработчика игры Я лично писал Нотчу, не было ли у него брата, говорил информатор Ему понадобилось некоторое время, но он отправил мне ответ Очень короткое сообщение Был, но его больше нет с нами Согласно легенде, Хероприн может появиться на границе тумана На малых настройках Render Distance Данная тема получила очень активное обсуждение И каждый второй охотился за этим существом Но 8 января 2011 года Нотч лично проверк эту информацию Разрушив всю надежду охотников на Хероприна Fallout 3 предсказывает будущее И напоследок Интересная история из столичных пустошей Fallout 3 В игре и станция новости галактики Главным ведущим которой является диджей Тридагнайт Если зайти в здание и убить его И затем пропустить квест радио новости галактики И приказать Эдаму уничтожить бункер Raven Rock То радиостанция будет время от времени передавать странные вещи Голос покойного Тридага начнет зачитывать последовательности цифр При этом перемежаясь с азбукой Морзе Безымянный пользователь на форумах Википедии Читал перевод сообщений с Морзянки на английский И наткнулся на строку 1, 2, 5, 5, 2, 8, 2, 0, 1, 0 О чем базар? Нам будет тебя не хватать О чем базар? Коронная фраза темнокожего американского комика Карлика Гэри Коллмана Известного по сериалу «Различные ходы» Умер Коллман от кровоизлияния в Москву В 12.05.28 мая 2010 года И таинственные числа, и послания в Fallout 3 Указывают на время и дату его смерти Но по-настоящему анонимно напугало следующее Расшифрованное сообщение 9454-2-0-2-0-1-0 Несчастный случай в заливе Несколько смертей Но нефть не разлилась Вскоре он понял, что игра предсказала взрыв Нефтяной платформы Deepwater Horizon 20 апреля 2010 года И заявление компании BP о том, что разлива нефти не произошло В итоге оказалось, что никому не удалось обнаружить в игре зашифрованного сообщения А пропуск квеста, уничтожение бункера на мирную станцию не открывали Bethesda в ответ на запрос сайта Game Writer сказали Крутая история, парень, но правды в ней нет В играх есть большое количество опровергнутых и нераскрытых тайн-загадок О них мы поговорим в следующих частях игровой истины А с вами был Рандарос Подписывайтесь на канал и паблик ВКонтакте Ставьте лайк, читайте нас в Твиттере И пишите в комментариях, какие мифы застали и обнаружили сами До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok